В феврале ямальские парламентарии собираются принять закон о гарантиях прав людей, ведущих традиционный образ жизни. Это будет настоящим подарком к профессиональному празднику тундровиков. Сейчас общественники обсуждают документ, который должен защитить права более 17 тысяч человек. Подробнее об этом наш следующий репортаж. В Аксарку, которая стоит на пути к осланию оленей, съехались тундровики, депутаты и представители Ассоциации Ямал потомкам. Они обсуждают документ, который должен защитить права 5 тысяч семей из числа коренных народов. В их числе 228 человек, которые ведут традиционный образ жизни, но не принадлежат коренным малочисленным народам. В основном это коми-зыряне. Жизнь стоит на месте и необходимо постоянно его совершенствование. Чтобы закон служил человеку, ямальские власти провели мониторинг проблем, собрали предложения и пожелания тундровиков. На первый взгляд они просты и незначительны, но от их исполнения в буквальном смысле слова зависит жизнь тех, кто кочует в холодной тундре. Новый закон должен закрепить разрозненные нормативные акты в единый документ и придать уже существующим гарантиям постоянный срок действия. В том числе и таким важным бытовым вещам, как гарантированное получение предметов для возведения чума, печей и мини-электростанций. Этот перечень и нормы потребления закрепятся в нормативном правовом акте правительства автономного округа. В перечень необходимого также войдут медицинские и ветеринарные аптечки, средства спутниковой связи и минимальный объем оплаты их услуг. Немаловажно, что пропишут срок службы оборудования. Я считаю, что это правильно, то, что вот мини-электростанции. Я думаю, что надо тоже какой-то определенный срок, гарантия, да, вот, например, вышел срок этой станции и другую выдавать. И обязательно по спискам. Они так вот на общину дали и все. У нас же сейчас появились вот эти спутниковая связь. Так что главное, чтобы был заряд спутника, симка рабочая с точки зрения там санрейсов, вот этих, слаборой даже наземной техники, треколов, там вопросов нет. Новый закон станет настольной книгой для всех органов исполнительной власти. Он исключит разные толкования предусмотренных гарантий и финансовых компенсаций. Да и тундровикам это на пользу. Если предусмотрено выдавать новый генератор раз в два года, то и беречь его будут лучше. В новом законе закрепят уже хорошо зарекомендовавшие себя в тундре образовательные и медицинские услуги. Более того, их продолжат совершенствовать. По образованию, да, вот, ну, если на местах вот это есть помощь такая, что есть желающие работать, я думаю, что это тоже хорошо, еще и дошкалят, когда обучают, именно, не вывозя из своих уже привычных мест. Ну, со своими родителями там обучаются, готовятся к школе. И я за это. И то, что помощь оказывается в интернатах, да, это тоже здорово. В законе должна найти воплощение идеи выделять оленей детям-сиротам, которые хотят остаться в тундре. Еще одно дополнение – предоставление оленеводам бесплатной юридической помощи в рамках государственной программы. Как без юристов? Это любые дела. Нужен юрист. Если даже мне надо, лично там что-то нанимаю, вот, юриста там, еще кого-то. Новый закон – очередная ступень на пути решения вопросов коренных малочисленных народов Севера. Конечно, этот закон сегодня не сможет перескочить за рамки федеральных законов, там, земельного кодекса или сегодня отсутствие единого, так, ну, так сказать, федерального статуса кочевника. Пока это еще, это работает в перспективе ближайшей. Но, по крайней мере, на сегодняшний день этот закон необходим для того, чтобы свести меры господдержки воедино. Когда закон примут, его издадут отдельной брошюрой и распространят по всей тундре. Это будет настольная книга не только для чиновников, но и оленеводов.